Сейчас ты узнаешь, как из обычной наждачной бумаги сделать красивый осенний пейзаж. Это очень просто и каждый может рисовать так же. Итак, приступим. Для этого тебе понадобится наждачная бумага из любого строительного магазина или бумага для пастели и обыкновенный цветной мел или сухая пастель. Сейчас ты увидишь, как мел можно растирать и смешивать на наждачной бумаге, получая красивые оттенки. Наношу мел на наждачку и растираю пальцами. Только будь осторожнее, не порань пальчики на наждачку, потому что вначале для новичка это будет непривычно, потому что наждачка шероховатая. Наношу белый мел на наждачку и обозначаю границу между ближним планом и второстепенным. Я растираю нанесенный мелок пальцами на наждачке. Начинаю рисовать темно-синим мелком ближний план. Рисую их сизым оттенком линию деревьев. В небольшом отдалении они находятся в тумане, в сизом тумане. Подрисовываю желтым, бурым и коричневым силуэты деревьев в отдалении. И растираю пальцами, круговым движением. Наждачка достаточно маленькая по размеру 17 на 23 сантиметра примерно. Но можно рисовать и также на досках или на каких-то иных поверхностях, которые держат мел. На мой взгляд, наждачка лучше всего его держит. Далее обозначаю речку и землю вблизи разными оттенками мелков. Смешивая разные цвета, ты получишь удивительные по красоте оттенки. Также совместно с мелом использую уголь. Намечаю общий силуэт ёлки. И прорисовываю веточки тоненьким угольком. Рисую также и вторую ёлочку рядом. Рисую третью ёлку в тумане в отдалении. Как видишь, она светлее и не такая четко прорисованная. Также ты видишь, что я нанёс белый фон вначале, чтобы поверх его рисовать то, что к нам ближе. Чтобы потом мне пришлось с трудом рисовать этот фон, стараясь не выпасть на деревья, не затереть их. Я использую в этом пейзаже осенние оттенки сизые, жёлтые. Надеюсь, ты вдохновишься этим видео и тоже будешь рисовать, получать удовольствие от смешивания различных оттенков таким образом. Тоже будешь рисовать на тротуарах или на наждачках. Я прорисовываю сизым мелком краешек суши и добавляю коричневый, потому что то, что находится ближе к нам, более контрастное и тёмное. А удалённые участки леса или равнины уходят в мягкий туман и светлеют. На ютубе очень мало, кто рисует в такой технике. Я пытался найти видео от других художников. Я искал какие-либо видео, где кто-то рисует, так же, как и я, мелками на асфальтах. Имеется в виду сухими мелками, обычными асфальтовыми. Или на таких поверхностях, как наждачная бумага или доска, и фактически ничего не находил. Эта ниша очень даже не занята совершенно. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей рисовало так же. Прорисовываю самое близкое, что находится к нам, к зрителю. Веточки рисую острыми углами мелка. Как видишь, я сделал на тёмном фоне светлую ветку, чтобы она выделялась. Теперь рисую... Ну, дальше... Какие нюансы навожу. Начинаю рисовать дальний... Дальний берег. Берег на той стороне... На той стороне реки. Или озеро. Недопустимо рисовать одну часть картины, допустим, сизым оттенком, а вторую половину ярко-красным. Необходимо соблюдать целостность пейзажа, целостность в оттенках и цветовую целостность. Поэтому я рисую дальний, находящийся от нас в далеке берег теми же оттенками, что и ближний к нам. Только он будет... Дальний берег, он будет светлее. Ну, так, в принципе, можно полагаться на свою интуицию. Потому что я воспринимаю пейзажи как какое-то музыкальное... Ну, я воспринимаю то, что я рисую, как музыкальное произведение, где оттенки переливаются друг с другом, как гармоничная какая-то игра инструментов. Но ты должен знать, что добавлять в любой пейзаж можно любой цвет. Сюда можно было бы добавить... Примешать ярко-красный, но его нужно было бы добавить слегка касаясь и растереть, смешав с другими оттенками основными. Тогда пейзажи получаются мелодичными, живыми, атмосферными. И я придерживаю одной рукой наждачку, чтобы она не двигалась, так как сильно надавливаю пальцами, когда растираю. Но новичкам нужно осторожнее, потому что пальцы могут пораниться поначалу с непривычки. Это то же самое, что если начинать учиться на гитаре, то тоже пальцы будут травмироваться. Наждачка – это то же самое примерно. Здесь можно заметить, что я рисую дальний берег так же, как и ближний, только более обобщенный. Сначала рисую берег, а затем небо, то, что выше. То, что ближе, то темнее, то что дальше, то светлее. Пейзаж почти готов. Далее я добавляю волны на наждачки. И самую верхнюю часть неба осталось дорисовать. Ты можешь задать вопросы в комментариях под этим видео по поводу рисования. Я уже очень много лет занимаюсь меловой живописью, если так можно назвать. Я не считаю, что это графика, потому что у меня получается в основном как живописное. Что-то сильно отличается от графики. Хоть мел – это графическое, это именно инструмент для графики, пастель. Ну и дальше я нюансы основные довожу, какие-то детали. Ты можешь спросить, любой вопрос задать по поводу, где покупать материалы, потому что эта техника, я как и говорил, я не нашел. Если поискать в интернете, то фактически ничего не найдешь, чтобы другие художники также рисовали. Есть какие-то видео, но очень большой давности. То есть сейчас фактически никто не рисует. Дальше я завершаю пейзаж радугой такой полупрозрачной. Сначала наношу ее, затем растираю. И красота заключается в такой технике рисования. Никто в такой технике фактически не рисует. Я вот сколько не искал. Красота данной техники заключается в полупрозрачности и как смешении оттенков. Очень пальцами можно растереть эти оттенки. Картина готова. Подбери рамку, покрой простым лаком для волос получившийся пейзаж. Подпишись на канал, поставь лайк, оставь комментарий. Поделись роликом в социальной сети. Расскажи друзьям. Следующее видео я постараюсь сделать лучше.